как сейчас помню родненький 2019 год и в россии выходит совершенно официально раньше любых других версий кроме конечно же родной корейской крутейшая изометрическая мморпг lost ark слышали про такую много классов интересный сюжет с проработанными и запоминающимися персонажами причем локализованная игра не только текстом но и голосом со множеством крутых известных актеров озвучки а еще быстрая прокачка соло пве и ммо контент включая рейды и pvp крафт прокачка снаряжения гильдии боссы масштабные сражения и огромнейший мир причем реально огромный несколько королевства и множество биомов включая даже просторное море и все это обильно так обернуто в корейский и типично азиатский колорит например слишком прилизанные мальчики с огромными пушками и убийственным взглядом словно они компенсируют что-то и очень красивые девочки очень особенно если брать костюмчики то прям только радиус лады глаз можно создать себе как минимум одного такого персонажа потому что современными играми как-то уже и забываешь что к чему только корейцы нас последнее время и радуют а вообще если вы не слышали про lost ark то наверное вы были в коме все эти годы потому что даже на релизе и обсуждали чуть ли не больше чем запуск классика одного ныне недоступного тайтла и все эти годы все пять лет с момента релиза игра бесконечно развивалась и росла как в глубину обрастая классами архетипами механиками и возможностями так и вширь развивая лор и сюжет мира а также количество интересных мест и красивейших локаций прямо сейчас время егэ и угэ сессии и других сложных моментов жизни скоро они закончатся или даже уже закончились и вы сможете насладиться прекрасными весьма беззаботными летними деньками вероятно именно в честь этого lost ark подвозит огромное обновление и запускает совершенно новый сезонный сервер точнее сказать уже все запустил с 29 мая можно спокойно играть ссылочку на игру оставлю в описании переходите бесплатно скачивайте регистрируйтесь если еще этого не делали и играйте именно на новом сервере и это кстати первая причина начать играть или вернуться в lost ark именно сейчас новый сервер процессор это новый старт для множества игроков и лучший выбор для тех кто хочет начать все с чистого листа это равенство всех игроков так как сервер выделены обособленный и меж серверная интеграция откроется только в июле а значит это действительно старт с нуля и на равных кроме того это сезонный сервер и после окончания его работы своего персонажа можно будет перенести на обычный однако благодаря тому что сервер сезонный разработчики позволили себе на нем немного больше процессе это сервер быстрого старта со множеством уникальных и интересных ивентов доступных только на этом сервере а также подарков которые помогут быстро прокачать персонажа и выделить его уникальность и что самое приятное буквально отдельная причина поиграть lost ark на новом сервере это особый подарочный билет возвышения который можно получить бесплатно за регистрацию на новом сервере и сразу же возвысить своего персонажа до предактуального контента очень удобно если не хочешь начинать сначала причем это не просто пропуск сюжетных заданий игра коротко проведет тебя по основным сюжетным событиям если ты их пропустил или забыл расскажет что случилось за это время в мире и обеспечить необходимым снаряжением нужного уровня если играешь впервые то конечно возможно стоит начать с самого нуля потому что некоторые сюжетки стоят того чтобы их пройти но никто не запрещает пощупать игру за разных персонажей и на разных этапов буквально самого начала тем более что разработчики завезли с обновлением в игру новый класс стальной кулак даже звучит немного больно но это тоже причина вернуться с момента релиза игры прошло немало времени и сейчас в lost ark представлено всего шесть базовых архетипов хорошо знакомых всем фанатам ммрпг большой такой дядька или тетка с дырном размером с их csv или просто воины юные невинные персонажи поддержки и разные дамагеры дальнего боя магического или лицом к лицу с врагом при этом каждый архетип включает себя еще несколько специализированных классов завязанных на использовании разного вооружения навыков и особенности боя тот же стрелок может баловаться как весьма типичными луками или пистолетами а может быть с тяжелой такой приблуды которая не только стреляет как какой-нибудь рейлган но эту рель ему может помогать ворочать монстриков причем у женских и мужских архетипов разные классы так что не поленитесь начале игры как минимум прокликать и посмотреть что больше нравится визуально все в принципе показано и представлено все классы при этом в целом играбельны абсолютно бесполезных или слабых нет кто-то конечно больше на соло контент ориентированы на пве а кто-то тащит в пвп но лучше всего выбирать только тот класс который вам больше нравится по душе экипировки навыкам и визуалу на сложность тоже не смотрите каким бы сложным не был класс за него всегда можно научиться играть такое разнообразие это уже само по себе преимущество а если вы все еще не знаете кем играть или уже всех перепробовали то специально к обновлению запуску нового сервера lost ark подготовили совершенно новый класс стальной кулак от архетипа монаха стальной кулак это опытный воин который мастерски владеть приемами боевых искусств ближнего боя и предпочитает агрессивный стиль игры с активным использованием лобовых атак на нем никогда не будет скучно ведь вы враги буквально дышите друг в друга настолько у вас тесный контакт если они конечно выживут после парочки ваших комбо ударов стальной кулак будучи последователям учения школы когтя смело вступает в самые опасные схватки и всегда выходят из них победителем ни один монстр или босс не сможет устоять перед его ударами этот воин умело сочетает потоки энергии ки и силу духа чтобы сделать боевые приемы максимально эффективными конечно нужно будет немного приучиться к позиционки научиться заходить за спину избегать атак и подобрать под себя подходящий билд но она того определенно стоит класс очень интересны в освоении со множеством крутых боевых приемов и особенностей так что бегом пробовать тем более что с обновлением запустили аж 5 новых ивентов которые помогут освоиться это конечно кроме халявного пропуска три из них доступны для всех серверов это событие супер макока экспресс путь мастера и окрасе экспресс сюжетный режим а также два уникальных ивента для сервера процессе макока экспресс и событие великое путешествие события окрасе экспресс сюжетный режим название которого говорит само за себя нацелена на новых игроков доступно буквально с первого уровня персонажа и за ручку проведет по всем основным сюжетным историям лост арк за каждый пройденные этапы выполнения поставленных условий вы получите дополнительные награды а после прохождения сюжета южного берна персонажу достается сундук со снаряжением владык 1460 уровня со множеством дополнительных крутых наград включая всякие премиальные статусы и так далее отличная возможность не только влиться в игру и познакомиться со всей историей но и обзавестись крутым снаряжением главное это активировать его в начале так как если выполнить слишком много сюжетных заданий активность вам станет недоступна событие великое путешествие немного похоже на сюжетный режим и является неким гидом по новому серверу процей и множеству внутриигровых активностей всего есть 10 уровней и за каждый вы будете получать различные ценные награды чтобы выполнить условия поднять уровень потребуется выполнять задания посещать необходимые места выполнять квестики участвовать в определенных активностях и просто знакомиться с элементами игры например обустроить поместье или разобраться с рунами и гравировкой в итоге получается такой уникальный формат боевого пропуска и идеальный гид для игроков которые познакомятся разнообразными аспектами игры особенно если вы решили воспользоваться быстрым стартом это будет прям очень полезно события макока экспресс в отличие от сюжетного режима и великого путешествия нацелена конкретно на прохождение разных этапов рейдов на разные сложности за каждый вы получите дополнительные награды и заодно разберетесь системы рейдов что тоже очень полезный добавляет некий челлендж в игру и наконец события супер макока экспресс и путь мастера помогут вам улучшить ваше снаряжение повысить рейтинг вашего снаряжения героя и нацелены на поддержку закалки через уменьшение ресурсов и золото для закалки а также увеличенный шанс успеха закалки закалка но если проще говоря это за . вашего снаряжения если не знали и чем выше и и уровень тем мощнее ваш персонаж так что это очень полезно супер макока экспресс доступен персонажем с 1460 до 1580 уровня снаряжения активировать его можно только на одном персонаже будьте внимательны и будете получать не только бонусы к закалке но и в меню настройка стиля можно выбрать одну из двух классовых гравировок получить автоматическую настройку всего снаряжения и умений для игры с этой гравировкой такие как эффект комплекта аксессуары фитронит самоцветы гравировки и умения грубо говоря вы получите полностью заряженного героя благодаря этой активности но имейте ввиду что после 1600 рейтинга снаряжения активность действовать перестанет путь мастера доступен чуть попозже персонажем с 1540 и также до 1600 уровня снаряжения и при выполнении определенных заданий а также повышение уровня снаряжения персонажа можно также забирать награды из бонусных сундуков то есть все для игроков чтобы первое впечатление от сервера было на высоте и заодно вы могли догнать любой актуальный контент так чем же в итоге хорош lost ark именно сейчас новое обновление с новым контентом новый сервер множество крутых классов включая клад стального кулака возможность быстрого возвышения с бесплатным билетом а также пятерка очень крутых и объемных ивентов со множеством наград это уже получается четкая десятка причин поиграть в lost ark именно сейчас не говоря уже сотнях часов увлекательного контента в сюжете пвп и пве в рейдах и клановых активностях причем неважно возвращаетесь ли вы после продолжительного отпуска или будете пробовать впервые да даже активные игроки с удовольствием начнут новое приключение на новом сезонном сервере чтобы вновь испытать то самое чувство неизведанности и нового потрясающего приключения среди равных себе самого начала новое обновление и сервер процесс только стартовали буквально и пары дней не прошло так что не стоит тратить время зря использую ссылку в описании чтобы быстрее скачать игру и залететь на новый сервер вместе со всеми остальными стань лучшим среди лучших найди друзей и испытание незабываемые приключения все это и конечно же многое другое ты найдешь в lost ark